21 апреля стартует молодежные Дельфийские игры в России. В этом году они станут уже 22-ми и пройдут Саратовской области. Ожидается, что участие в них примут около 2500 творческих человек от 10 до 25 лет. Дельфийские игры это крупные комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства по различным номинациям. В числе конкурсантов традиционно будет и делегация Хабаровского края. Максимальное количество участников от каждого региона 25 человек. В этом году организаторы молодежных Дельфийских игр несколько изменили конкурсную и фестивальную программу. Состязания будут проходить по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества. Среди них есть номинация прошлых лет, а также новые номинации, в их числе историческое просвещение, которое организуется при поддержке российского исторического общества в целях повышения общей культуры работы с историческими источниками. А также, например, аналитика трендов. Эта номинация проводится совместно с ЦИО. В ходе соревнований разыграют более 100 комплектов наград. Это золотые, серебряные и бронзовые медали. Дельфийских игр в целом. Помогать в проведении конкурса будет рекордное количество волонтеров. Около 600 юношей и девушек из числа студентов профильных вузов. За всеми новостями, которые связаны с событиями Дельфийских игр и их участниками, можно следить на официальном сайте, в социальной сети Одноклассники и мессенджере Телеграм. Можно просто нанести камеру вашего телефона на нужный QR-код сейчас, который на вашем экране перейдете на страницу автоматически. Ну а мы приглашаем к разговору нашего гостя в студии Денис Сафонов, начальника отдела образовательной аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем вообще с самого движения Дельфийских игр. Расскажите о нем. Дельфийские игры исторически проводились параллельно с Олимпийскими играми. Если Олимпийские игры, это у нас соревнования в области спорта, спортивных состязаний, то Дельфийские игры – это соревнования в области искусств. То есть пение, танцы и так далее. То есть своего рода можно сказать, что Дельфийские игры – это такая культурная Олимпиада. Это культурная Олимпиада. А если с Олимпиадой все понятно, там вроде быстрее, выше, сильнее, кто быстрее, побежал, там все понятно, как судить, в чем суть соревнований. А вот творческая Олимпиада, вот здесь как проходит соревнование, кто побеждает, концептуально как это устроено? Ну, концептуально есть для каждой номинации, то есть говорили, что будет 34 номинации, для каждой номинации есть программные задания. В программном задании определены критерии, по которым проходят соревнования среди участников. Там они делятся, группы участников по номинациям по возрастам, и, соответственно, задания тоже варьируются. То есть, например, возьмем номинацию фортепиано. Самая младшая группа, возрастная, предусмотрено два тура. В первом туре исполняется этюд, во втором туре на выбор два произведения. Причем одно из них должно быть произведение русской классики к конца 19-го, начала 20-го века. Для старшей группы, например, номинация фортепиано, здесь уже предусмотрено три тура. И вот, например, участники, которые прошли в третий тур, они уже исполняют произведение вместе с симфоническим оркестром. То есть вот такая многоступенчатая для каждой номинации форма отбора проходит. Лучшая молодежь со всей страны, конкуренция, наверное, неимоверно высокая. Да, вот можно посмотреть предыдущие игры, да, в Красноярске проходили. Там было тоже 33 номинации, участвовало где-то более 2700 человек. То есть если это посчитать, да, получается, что на каждую номинацию было где-то 84 участника из 79 субъектов Российской Федерации. То есть это действительно огромная конкуренция в этих играх. Ну и предусмотрена конкурсная составляющая и фестивальная. Вот как они делятся? Ну, конкурсная составляющая, конкурсы проходят, скажем так, для жюри, да, то есть фестивальная программа, здесь уже проходят такие выступления для, в том числе для широкой аудитории. То есть для фестивальной программы отобрано там около пяти номинаций, в том числе там цирковое искусство, таких зрелищных, да, которые могут все увидеть и ознакомиться. Это самые яркие. Так, ну а кто оценивает, кто в жюри сидит, кто эти люди, кто вершит судьбы? Значит, в «Дельфийских играх» обычно состав жюри — это более 100 специалистов. То есть это заслуженные деятели культуры, заслуженные народные артисты России, члены творческих союзов и профессора, да. В том числе вот такие крупнейшие вузы, консерватории нашей страны — это и Российская музыкальная академия Гнесиных, и ГИТИС, и вот такого уровня учебных заведений. А кто будет представлять Хабаровский край? Хабаровский край будет представлять у нас делегация в четырех номинациях, будут участвовать ребята. Значит, три сольных номинации. Одна из номинаций — это «Баян-Акордеон», это представитель детской школы искусств Хабаровского муниципального района. Одна номинация будет у нас «Вокальная», это «Солнечный район», и одна номинация «Классический танец», это представитель ансамбля «Дивертисмент». И, наконец, будет коллектив целый поедет из города Комсомольска-Наамури, из детской музыкальной школы, руководитель Аллы Рыбачонок. Они будут выступать в номинации «Домра». А почему ей 25 человек? Это какое-то требование организаторов? Ведь вроде как больше номинаций. Смотрите, то есть устанавливается организаторами квота для регионов, и проводится отбор участников, и организаторами предусмотрено, что вне квоты могут также принять участие коллективы, но здесь уже как бы идут несколько другие условия участия, то есть кто не входит в квоту. А вообще возрастное ограничение какое для каких-то людей? Ну, по положению до 25 лет, то есть с 10 до 25 лет участие, то есть вот проходит. Ну, как раз мне 25 лет получается, если я сам заплачу деньги, сам куплю билет, прилечу, могу я сам себе подать на участие, ну, например? Ну, теоретически, да. Есть же номинации и журналистика, и телевидение, то есть в принципе, конечно. Да я бы и в цирке мог получиться. А как, учитывая вот прошлые годы, как наши ребята на «Дельфийских играх» себя заявляли? Значит, игры у нас вообще проходят с 1999 года, первые молодежные игры были в Саратове. Практически сразу Хабаровский край подключился, то есть мы смотрели. С 2003 года у нас уже были обладатели специальных дипломов игр в номинации фортепиано. Далее, значит, участвовало всего, за весь период истории игр у нас победители, да, и дипломанты, это 26 представителей Хабаровского края. То есть такие коллективы, как «Радость», например, да, занимали тоже призовые места. Вот нынешний художественный руководитель филармонии Александр Веретенников занимал первое место тоже в номинации «Аккордеон» «Дельфийских игр». То есть участие такое достаточно представительное от Хабаровского края и специальные дипломы тоже участников в Хабаровский край завоевывал. Ну вот буквально на последних играх в Красноярске, да, в прошлом году двое представителей наших, они получили тоже специальные дипломы. Это Комсомольск на Амуре фортепиано и Хабаровск – это классическая гитара. Что вообще дает победа в какой-то номинации, какие двери открывает? Ну, во-первых, да, вы уже сказали, тоже это призовые, всего 102 комплекта наград будет на этих играх. Значит, те, кто получает гран-при, они получают возможность войти в национальную дельфийскую сборную Российской Федерации. То есть это крупное такое достижение. Ну, кроме того, данные о детях, да, призерах, победителях вносятся в единую систему, да, талантливой молодежи. То есть и вот эти данные потом используются в различных формах поддержки молодежи. И получают благодарственные письма, в том числе регионов, дети, участники, победители игр. То есть такие стимулы предусмотрены. А вот эта национальная дельфийская сборная России, она, как бы так корректно их сформулирует, куда обычно ездит? Ну, здесь, наверное, скажем так, есть игры и стран СНГ, дельфийские. То есть же на самом деле дельфийское движение, оно очень большое. То есть много разных направлений. То есть и всемирные, да, дельфийские игры, молодежные игры, игры СНГ. И здесь именно дельфийская сборная может принимать участие. Ну, то есть такое международное движение. Спасибо большое. У нас в гостях был Денис Афонов, начальник отдела образовательной и аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры Хабаровского края.